В 1964 году галерея современного искусства Криштианае в Гетенбурге, Швейцария, проводила изысканную выставку. Журналисты, ад-критики, студенты, все только лучшие люди с бокалами шампанского в руках, молча любовались картиной, самым ценным экспонатом галереи. Имя французского художника Пьера Брасо, еще неизвестного в художественных кругах, явно скрывало под собой гениальность. В утреннем выпуске газеты «Постен» декан критиков Рольф Андерберг восхвалял торжество Брасо. Если большинство картин на выставке незначительны, то это нельзя сказать о работе француза. Брасо рисует с мощными акцентами и явной решительностью. В мазке его кисти изгибаются под напором капризов. Пьер — это художник, который пишет с нежностью балерины. Коллекционер Бертил Эклет поспешил купить картину всего за 700 долларов. Настоящая находка. Всего через несколько дней журналист Оке Аксельсон наконец-то раскрыл личность художника, вновь вызвав скандал в прессе. Пьер Брасо оказался четырехлетним шимпанзе из зоопарка. В некоторое время Аксельсон планировал высмеять снобизм абстрактного искусства. Он заручился поддержкой смотрителя шимпанзе по имени Питер, затем дал обезьяне картон, краски и кисти. Сначала Питер предпочтел попробовать краски на вкус. Затем, охваченный вдохновением, начал мазать картон. Чем больше бананов он получал, тем более усердно работал. В итоге Аксельсон выбрал четыре произведения и представил их под вымышленным французским именем. Примечательно, что даже после разоблачения шутки Ральф Андерберг настаивал, что работы Брасо, а именно Питера, были лучшими картинами на выставке. Если сравнить мазню шимпанзе Питера с современными произведениями искусства, можно согласиться с мнением Андерберга, что произведения шимпанзе действительно обладают превосходной целостностью по сравнению с некоторыми самых дорогих картин. Сколько знает о том, что одна из картин в мастерской Пабло Пикассо, особенно ценимая художником за вдохновение, исходящее от нее, была работа и шимпанзе по имени Конго. Три его в мазне были проданы в 2009 году за 25 миллионов долларов. Искусство является выражением философии эпохи и верований художника. Несогласованность послания, продвижение уродства и абсурда — это не что иное, как свидетельство о бессмысленности жизни без Бога, тревога души, которая больше ни во что и ни в кого не верит, хотя свет еще так близок.